Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. За любовь и верность. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила семьи, которые живут вместе более 25 лет. Вертолетная площадка пользуется популярностью у жителей, но не все готовы соблюдать правила и поддерживать порядок в общественном месте. Как сохранить уникальную территорию для себя и будущих поколений? 47 миллионов рублей на возрождение объекта культурного наследия. На каком этапе реконструкция дома купца Иванова? В постоянном диалоге с жителями глава города Елена Лапушкина встретилась с активными самарцами, которые проживают в домах по улице Солнечной. В центре обсуждения судьба земельного участка, где хотят построить магазин по информации жильцов. Каким выводом пришли, узнала наша съемочная группа. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с активными жителями домов по улице Солнечной. Горожан волнуют вопрос о судьбе соседнего участка. Там, по информации активистов, планируют строительство магазина. Но жильцы против застройки. Чтобы разрешить ситуацию, они пришли на прием к главе и совместно с городскими властями детально разобрались в ситуации. Объект капитального строительства строится только на основании разрешения на строительство. Здесь у нас с вами жилая зона Ж4 на весь квартал. В зоне Ж4 установлены определенные параметры. Как по коэффициенту застройки земельного участка, он не более 80%. Также есть у нас ограничения по высоте таких объектов. Это значит, что коммерческая застройка будет не больше одного этажа и никоим образом не будет препятствовать подъездным путям к дому. Ведь если проектировщик выйдет за параметры землепользования, разрешения на строительство ему просто не дадут. Получается, что жителям дома по улице Солнечной опасаться нечего. Дальнейшую судьбу земельного участка определяют в диалоге. С учетом всех тех ограничений, которые здесь под протокол, под камерой сегодня были высказаны. Со всеми опасениями, которые вы назвали. Все остальные вопросы и обращения жильцов домов по улице Солнечной также взяли в работу. Андрей Горгуленко, Ольга Хомаракулова, Николай Епифанов. События. В любви и согласии более четверти века. В Самаре в честь Дня семьи, любви и верности наградили почетными медалями супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет. Награды вручала глава Самары Елена Лапушкина. В чем секрет семейного счастливого долголетия, выяснял Андрей Горгуленко. Тамбов, Октябрьск, Саратов и, наконец, Самара. В истории Вячеслава и Таисии Кувшиновых было немало городов. В первых родились, в третьем познакомились и поженились, а счастливую жизнь построили в четвертом. На Самарскую землю попали по распределению. Вячеслава направили сюда работать в прокуратуре. С тех пор здесь и живут. Сейчас он судья кассационного суда, а она заведующая отделением городской больницы. Вместе воспитали дочь, которая уже подарила им внучку. Особых секретов, как сохранять любовь на протяжении 35 лет, у них нет. Главное, отмечают уважать и ценить друг друга. Взаимопонимание, терпимость, любовь и сохранение тех ценностей семейных, которые были созданы нашими родителями. Должно быть какое-то взаимопонимание и какие-то уступки, если есть какие-то конфликтные ситуации. И уметь, конечно, в этих конфликтных ситуациях находить какой-то выход. Читу Кувшиновых, как и еще несколько пар, в День семьи, любви и верности поздравляли на приеме в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина вручила семьям медали за любовь и верность, а также благодарственные письма и ценные подарки. Медаль, которую учредили в 2009 году, вручают тем семьям, которые прожили вместе более 25 лет. Вы удивительные пары, которые вместе идут бок о бок много-много лет, воспитывают детей, наверняка уже и внуков воспитываете. И все у вас получается. У каждого из вас своя отдельная история любви, своя отдельная история семьи. У каждого свой секрет сохранения семейного счастья. И надеюсь, что вы этими секретами поделитесь своими родными, близкими, своими детьми. И на вашем примере будут учиться молодые супружеские пары. Супруги, которых наградили медалями, много лет живут в любви и согласии, во всем поддерживая друг друга. Они не только достигли больших успехов в своей профессиональной и творческой деятельности, но и являются прекрасным примером своим детям и внукам. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Золотая, изумрудная и бриллиантовая свадьбы. В Самаре поздравили также семейные пары, которые прожили в браке больше 50 лет. Об этом сюжет Михаила Ермоленко. Отношения в семье строятся на взаимном уважении, прощении и неподдельной любви, рассказывает Иван Карпов. С женой Аллой они вместе уже больше 60 лет. В молодости оба интересовались творчеством, благодаря чему и познакомились. Занимался художественной самодеятельностью, помимо работы своей. Выступал, был лауреатами премий вот этих советского района. Ну, разные там были эти премии. И вот в 61-м году там на концерте, вот мы с ней там познакомились. Вот, и после концерта началась у нас, так сказать, бурная жизнь. И все, подженились. Уже в браке общих занятий и увлечений только прибавилось. Вместе работали на заводе, поддерживая друг друга. Воспитали двух дочерей, двух внуков и продолжают с удовольствием воспитывать правнуков. В Самарском дворце ветеранов Ивана и Аллу, а также 19 других семей, поздравили с всероссийским праздником семьи, любви и верности. Не зря крепость их браков называют золотой, изумрудной и бриллиантовой свадьбами. Сегодня вот к нам приходят семейные пары, которые прожили 50 лет и больше в семейном браке. Здесь самые достойные, наверное, у нас здесь сегодня, которые от всех районов города. Для семейных пар приготовили танцевальные и вокальные номера, а также памятные подарки и благодарственные письма за достойный пример молодому поколению. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В департаменте образования Самары распределили места в детские сады. Свободных было 4188, и более половины закрепили за детьми сегодня. 1 сентября в дошкольные учреждения пойдут более 2300 малышей, в том числе 362 ребенка до трех лет, которых зачислили в Ясли. Оставшиеся свободные места после зарезервируют до следующего распределения. Оно проводится раз в месяц с мая по август. Родителям напоминают о том, что если у семьи имеются льготы на зачисление ребенка в детский сад, то информацию об этом нужно предоставить сотрудникам МФЦ при подаче заявления. Одна из последних введенных льгот – это льгота для детей, братья и сестры, которых посещают данное образовательное учреждение. Данные детки пользуются преимущественным правом. Кроме того, существуют льготы для определенных профессий, для людей, находящихся в определенном жизненном статусе. Всего у нас более 20 льготных категорий. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» в Самаре готов на 90%. Также в процессе и благоустройство прилегающих территорий. На каком этапе работы сейчас на выездном совещании проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. От немецкой избы «Фахверк» до киргизской юрты, да еще и с интерактивными комнатами и ремесленными мастерскими. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» в микрорайоне «Волгарь» готов на 90%. Ход работ на выездном совещании проверила глава Самары Елена Лапушкина. Совсем скоро самарцы увидят здесь более 20 национальных домов и подворий, которые раскрывают культуру народов, проживающих в регионе. Также приведут в порядок и прилегающую к парку территорию. Здесь присутствуют и русские, и украинцы, и белорусы, и Дагестан, и таджики. Причем есть дома, как, например, финно-угорский дом, где представлены несколько народностей. Сейчас полным ходом идут работы по благоустройству и автополиву, и наполнение внутреннего убранства каждого из национальных домов. Красиво будет не только внутри, но и снаружи. На прилегающей территории городские службы отремонтируют часть дорог, обустроят парковку, подкрасят опоры освещений и озеленят пространство в единой тематике с парком. Въезд в парковую зону будет благоустройством заниматься город у нас. Проект есть, выполнен. Сейчас ведутся подготовительные работы. А значит, совсем скоро жители региона смогут посещать там выставки, экскурсии и национальные праздники. Анатолий Головко, Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Сохранить для себя и будущих поколений вертолетная площадка в управленческом со дня открытия после реконструкции пользуется огромной популярностью. Более тысячи жителей и гостей города уже посетили благоустроенный уголок природы. Но не все самарцы готовы довольствоваться одним лишь созерцанием ландшафтов. На площадке уже зафиксировали несколько случаев вандализма. Общественники и власти города призывают отдыхающих бережнее относиться к знаковому месту. Игорь и Александра Дибровы, жители Тольятти, увидели в интернете, что в Самаре появилось новое современное пространство для отдыха и преодолели почти сотню километров, чтобы прогуляться по благоустроенной вертолетной площадке. Специально выехали пораньше, когда основная масса посетителей еще на работе. И не пожалели виды на Волгу, и новый дизайн площадки приятно удивили. В восторге от того, что здесь сделали. Очень круто. Теперь очень хочется, чтобы это все сохранили, поменьше мусорили. Все сделано как-то очень современно, прям продумано до мелочей. Какие-то вот качели, лавочки. Супер, побольше бы таких общественных пространств. Вертолетку открыли после масштабной реконструкции в первый день июля. С тех пор площадку посетили уже более тысячи самарцев и гостей города. Отдыхающие здесь есть постоянно. Приезжают, как и прежде, молодожены. Гуляют в семье с детьми, собирается компаниями молодежь. И, к сожалению, не все помнят о правилах поведения в общественных местах, рассказывает председатель городской думы Алексей Дюхтев. На площадке уже зафиксировали несколько случаев вандализма. Некоторые отдыхающие похищают и портят уникальные растения. И даже пытаются деформировать ограждения, которые специально сделали тонкими и изящными, чтобы ничто не мешало наслаждаться природной красотой. Мы сюда вложили колоссальные ресурсы, в первую очередь человеческие. Это архитектурный дизайн, это финансирование, это человеческий труд. Работа проведена просто колоссально, мы это видим. То есть уникальная ландшафтная композиция, многообразие растительности. Конечно, задача не только создать, но и сохранить, и приумножить. Потому что недопустимо превращать это в место общественного питания, распитие спиртных напитков и все, что связано с вандализмом. Давайте, уважаемые самарцы, еще больше полюбим это место, будем дорожить им, будем его приумножать и гордиться. Напомним, на территории появились трехуровневая терраса с прогулочными аллеями и смотровыми площадками, места для отдыха с навесами и лежаками. Дорожки проложили так, чтобы сохранить существующие деревья и другие растения. Кроме того, на территории высадили и новые кустарники, цветы, травы, напоминающие о лугах декоративные злаки, тысячелистник, горные сосны. Общая площадь озеленения составила 6,5 тысяч квадратных метров. Благодаря этому удалось сохранить ощущение настоящего уголка природы, откуда в любое время года открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Мария Левина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что в России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты? Да, но в первую очередь изменения коснутся работодателей. О планах правительства расскажу сразу после курсов валют. Курс доллара на 9 июля 74,35 рубля. Евро 88,10 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 74,88 доллара за баррель. В России могут изменить систему страховых взносов на высокие зарплаты. Предполагается, что такое решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. Отметим, что сейчас с доходов выше 122 тысяч рублей в ПФР отчисляется только 10%. Поэтому правительство рассматривает возможность более резко, чем обычно, повысить планку окладов, с которых в пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22%. По словам экспертов, если одномоментно увеличить лимит, то вырастет объем поступлений в ПФР. Прежде все изменения в законе ощутят работодатели, так как именно они делают взносы за сотрудников. Российские инвесторы до 2024 года смогут получить льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей по ставке 3-5%. Ростуризм запустил льготную программу на строительство отелей. Глава ведомства Зарина Дагузова пояснила, цитата, «Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей. А сам проект должен быть в высокой степени проработки. Полученные документы на землю, проразработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке. Важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственникам и какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект». Правительство РФ направит дополнительные 6 миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Из них 2 миллиарда пойдут на поддержку программы сельской ипотеки. Около 3 миллиардов рублей будут направлены на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой. Еще более миллиарда пойдет на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха и организацию освещения. Это были новости экономики. Оставайтесь в курсе событий и берегите свои деньги. В сентябре в Самаре откроется первая в стране ретро-почта. Она заработает в здании, которое некогда принадлежало знаменитому купцу Иванову. Сейчас дом находится на реставрации и за ходом работ следит специальная комиссия. Дом самарского купца Григория Иванова на улице Молодогвардейская, 144, объект культурного наследия региона. Еще в прошлом году родилась концепция первой в стране ретро-почты, которую запланировали открыть именно в этом здании. Но перед этим дом купца решили привести в порядок, так как здание, построенное в конце 19 века, обветшало и пришло в упадок. Сейчас его активно реконструируют и уже в сентябре здесь откроется первое отделение ретро-почты в России. За ходом работ следит комиссия во главе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Изначально замысел был в том, чтобы восстановить заброшенное отделение почтовой связи, находящееся в здании памятники конца 19 века, и сделать там именно ретро-отделение, воссоздав старинный интерьер. Но в процессе, естественно, стали возникать все новые и новые мысли. Я рад тому, что эти мысли сегодня воплощаются. Сейчас в доме Иванова отреставрировали большую часть наружных и внутренних элементов. Восстановили фасад, кровлю, все перекрытия, лестницы, а также реконструировали инженерные сети. В августе подрядчик восстановит первоначальную отделку стен, потолков, интерьера, а также благоустроит прилегающую территорию. Воссоздается даже оригинальная лепнина позапрошлого века. Сейчас работы по реставрации здания находятся уже на завершающем этапе. Это финишная отделка, расключение электроприборов, установка электроприборов, укладка паркета, укладка плитки половой, ну и общее убранство. Система отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, все вот включает последний этап. По задумке главного архитектора проекта Дмитрия Храмова, на первом этаже здания разместят действующее почтовое отделение со старинными интерьерами. Здесь появится уникальный арт-объект – почтовая стена. На ней напишут различные истории, связанные с письмами, как из жизни обычных самарцев, так и знаменитых литературных персонажей. Второй этаж отвезен под музейно-выставочное пространство. Его разделят на три зоны – посылок, открыток и артефактов. Ключевой экспозицией этого этажа станет история почты в Самарской губернии. Третий же этаж полностью посвятят филателистам или же коллекционерам почтовых марок. Ретропочта станет единственным местом в нашем округе, где разместят подобные общества. Масштабный проект реализуют по программе «Историческая память». На него привлекли свыше 50 миллионов рублей. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Рассчитывать только на себя. Жители четырех оставшихся нерасселенных аварийных домов в Куйбышевском районе бьют тревогу, так как дома в списке на расселение, управляющая компания отказывается их обслуживать. В проблеме разбиралась Мария Левина. Впрочем, четыре дома на улице Белорусской в Куйбышевском районе, которые остались нерасселенными, и снаружи оставляют желать лучшего. В одном таком двухэтажном деревянном здании проживает восемь семей. Своими силами люди наладили быт, провели коммуникации и изо всех сил поддерживают состояние своих квартир. Но и на регулярный косметический ремонт уже не хватает ни сил, ни денег, признаются жители. Ирина Юницкая проживает здесь с мужем, свекровью, дочерью и маленькой внучкой. Скотчик залепила, доча спит. Если внучка тут тронет, здесь все осыпается, цемент просто. Здесь разрушения вообще уже конкретные. Здесь тоже дочь, внучка начинает играть, там тоже начинает осыпаться. Дому уже почти 60 лет. В 2014 году его признали аварийным. Неприятная ситуация сложилась и в соседних квартирах. Людмила Юркова показывает свою. Эта стена вообще выбирает. И так вот везде все отрывается. Там пустота уже. Пол, который ходит ходуном и дыры в стенах, заделывать которые у жителей уже не хватает подручных средств. И как следствие появились нежеланные питомцы, мыши и крысы. Травить которых, как и следить за порядком в оставшихся домах и на территории рядом, некому. Управляющая организация, со слов жителей, отказывается выполнять свои обязательства, ссылаясь на аварийность домов и их предстоящее расселение. Нет средств, вас выселяют. И вот каждый раз такая отговорка. А мы говорим, куда мы платим деньги? Куда наши деньги уходят? Вообще мы по 8 тысяч. Вот мы за нашу квартиру платим 8 тысяч. Коммунальные услуги, вода, свет, крас. Ну, вот разбирайтесь, сами ищите, кто вам будет это делать. Еще хоть косили как-то. Вот спичку бросят, и мы запылаем ярким пламенем. Но самая большая боль жителей – это канализация, которая постоянно забивается. Аромат здешних мест можно почувствовать за несколько километров. Хочется квартиру хорошую площадь, потому что в таких условиях очень переложить. Если вдруг вот так случится, среди зимы, тут все замерзнет, нам идти куда? Обнадежил жителей депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому люди пришли на прием. Есть утвержденные расценки, их утверждает регион. Стоимость метра квадратного, в которой приобретается жилье для расселения. Далеко не все застройщики выходят на торги, потому что цена невысокая. Им не очень выгодно это делать. Поэтому здесь мы, к сожалению, имеем дело с тем, что у нас есть. То есть, вот. Значит, но в любом случае давайте мы все-таки посмотрим возможность, чтобы по максимуму людей далеко не перемещать. Сейчас мы финансировали на третий этап, получили. Сейчас мы получили от нашей Думы городского круга Самара дополнительные средства в размере 306 миллионов на весь третий этап. Сейчас планируем закупать. Закупать планируем на территории нашего городского округа Самары, в черте города Самары. Уже летом следующего года жители должны переехать в новые комфортные квартиры. А на время, пока дома строятся, им предлагают переехать в жилье маневренного фонда. Парламентарий обещал оказать содействие самарцам и в вопросе с обслуживающей компанией. Мария Леевна, Василий Колдашов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 69 443. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 177 пациентов. Всего из больниц выписались 66 047 человек, переболевших COVID-19. Самарская область заняла 8 место в рейтинге российских регионов по организации работы системы вакцинации. За основу брали такие показатели, как темп вакцинации, количество привитого населения от запланированного, показатель по привитым 60+, где можно получить прививку и почему стоит вакцинироваться, расскажет Ольга Хамракулова. Бывший министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова переболела коронавирусом осенью прошлого года. Две недели она провела в реанимационном отделении ковидного госпиталя в больнице Середавина. Признается, повторения истории не хочет. Потому и решила сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких. Боятся вакцины, боятся прививки. Почему? Вот я сделала. Хотя у меня есть антитела, но они стали снижаться. А коль стали снижаться, необходимо сделать прививку. В регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Более 625 тысяч человек уже вакцинировались. Из них свыше 450 тысяч двумя компонентами. Каждому человеку, который привился, говорят, возможна реакция. Возможно, на зноб в течение нескольких часов. Небольшой подъем температуры, боль в руке. Возможно. Но это по сравнению с тем, как заболеть, тяжело заболеть. Это вообще ерунда. Получить прививку от коронавируса можно в 66 медучреждениях, 168 пунктах вакцинации и 24 передвижных комплексах по всей области. Работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии. Только в Самаре их количество увеличили до трех. Ольга Хамракулова, События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре отштукатурили основную часть фасадов фабрики кухни. Рабочие приступили к шпаклевке. По словам представителя филиала Третьяковской галереи, который разместится в здании после реконструкции, в настоящее время на объекте ежедневно работают 150 рабочих. В ночную смену от 15 до 20 человек. Все несущие конструкции, перекрытия, а также фундамент усилены или заменены на новые. В помещении здания ведутся отделочные работы. Полноценно филиал Третьяковской галереи должен заработать в Самаре следующей весной. В выходные улицу Советской армии снова закроют до пересечения с улицей Новосадовой. Там возобновятся работы по переустройству линий водопровода. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На участке нельзя будет проехать с 12 часов дня пятницы до 9 часов вечера воскресенья. Автомобилистов просят быть внимательными при планировании маршрута. В Самаре спасли 26-летнего молодого человека, байдарка которого перевернулась на Волге около Ульяновского спуска. И он оказался в воде на расстоянии 150 метров от берега. Опасность представляли высокие волны, сильный ветер и интенсивное движение маломерных судов. К месту происшествия вышел спасательный катер. Молодого человека подняли на борт, а байдарку взяли на буксир и доставили до берега. На удаленке продолжают работать 11% россиян, но большинство, больше 50%, трудятся в обычном формате. Опрос провели аналитики сервиса по поиску работы. Больше всего дистанционных сотрудников в сфере IT 24%. Второе место заняли начинающие карьеры специалисты и студенты, а за ними следуют сотрудники компаний из сферы строительства и недвижимости. В День семьи, любви и верности в Самарской области сыграли 135 свадеб. 65 браков зарегистрировали в областной столице, свыше 40 в Тольятти. Территориальные органы ЗАГС региона поздравили многодетные семьи с рождением третьего и последующих детей. Всего 26 семей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok